Всем привет! В этом видео я расскажу, как наносится декоративное покрытие в виде шелка. Либо шелк матовый, либо шелк глянцевый. Механика нанесения у них абсолютно идентична. Начинаем мы с подготовки поверхности. В данном случае подготовка у нас будет грунтовкой в виде декоратив праймера. Она у нас выровняет впитываемое основание и также даст цветовой фон. Это очень важная позиция. Почему? Потому что в данном случае грунтовка коллируется в цвет финишного покрытия. Для нанесения нам с вами потребуется валик. Либо полиакриловый, либо микрофибра. Кто с чем привык работать. Соответственно наша с вами задача максимально равномерно нанести в данном случае грунтовку, перекрывая либо подготовленное основание, либо шпаклевку, либо флизелиновые обои. По сути не важно. Итак, прошло у нас 6 часов, поэтому приступим к нанесению декоративного покрытия матовый шелк. Материал относится в два слоя. Задача первого слоя просто перегрыть грунтовку. Для этого мы используем валик, либо полиакрил, либо микрофибра. Кто с чем привык работать. Соответственно наша задача равномерно нанести матовый шелк хаотичными движениями в разные стороны. То есть подготовить поверхность для создания рисунка. Первый слой готов. Оставляем материал сохнуть 4-6 часов при комнатной температуре. То есть у нас подготовлено основание для создания рисунка. Итак, прошло у нас с вами 4 часа. В данном случае первый слой матового шелка просох. Я напоминаю, что механика нанесения глянцевых и матовых шелков абсолютно идентична. Поэтому в таком рисунке также можно наносить и глянцевый шелк. И сейчас я покажу на мой взгляд один из самых сложных рисунков в нанесении. Но тем не менее этот рисунок является самым популярным. Все люди по-разному называют. Кто-то называет это мокрый шелк, восточный шелк, морозный шелк, сжатый шелк. В общем все это применимо к данной фактуре. Для нанесения нам с вами потребуется валик. В данном случае полиакриловый. И мы можем применять с вами либо пластиковую кельму с закругленными краями. Либо металлизированную кельму также с закругленными краями. Также я скажу, что существуют всякого рода разные шайбы для создания рисунка. Но как практика показала, они очень неэффективны на больших объемах. Поэтому все мастера работают либо с пластиковыми, либо с металлическими кельмами. Напоминаю, первый слой у нас с вами нанесен, просох. Сейчас наша с вами задача не только наносить материал, но и делать рисунок. В данном случае мы с вами наносим довольно-таки плотным слоем шелк. Это необходимо для создания рисунка. Обязательно работаем по мокрому краю. Наносим примерно треть, либо половина квадратного метра. Ну, кто как успевает обрабатывать. Так как у нас закругленные края кельмы, материал задираться не будет. Наша задача создать рисунок, как это делается, проще всего. То есть мы приставляем кельму и начинаем делать круговые движения. Либо это идут просто круговые движения, либо это идет просто банальная восьмерка, хаотично в разные стороны. Здесь уже рисунки полностью зависят от мастерства. Единственный момент, скажу сразу. Не пытайтесь делать просто круговые движения. Это будет похоже, не побоюсь этого слова, на рыбе чешую. Поэтому хаотично делаем рисунок. Подготавливаем, скажем так. То есть мы его, как вариант, можем либо оставить в таком этапе, либо чуть после того, как у нас материал подсохнет, слегка подпригладить его и сделать, соответственно, именно сжатый шелк. В данном случае обязательно работаем по мокрому краю. То есть, видите, я делаю небольшой нахлёст, примерно в 5 сантиметров. И продолжаю наносить покрытие. Важно обязательно не делать горизонтальных, либо вертикальных линий на большом объеме, потому что они могут плохо состыковаться. Здесь уже в зависимости от мастерства, которым обладает специалист. Я напоминаю, что это, на мой взгляд, один из самых сложных, но при этом самых ходовых рисунков, которые большинству нравится. И клиентам, и мастерам, и многим-многим. Я использую пластиковую кельму. Причина простая, что она легче. С ней проще создавать рисунок. Если есть люди, которые привыкли работать с шайбами, то же самое можно добиться специализированными шайбами. Но, на мой взгляд, как практика показала, они себя не особо показывают, особенно на больших объемах. Также напоминаю, что кельмы есть разных размеров. Есть мелкие, есть крупные. Если большие объемы, можно покупать смело крупные кельмы и работать с большими кельмами, потому что площадь работы у вас увеличивается и скорость работы тоже увеличивается. Тут главное понимать, что не следить за рукой. То есть делать максимально хаотично, если вы будете думать о том, какое вам следующее движение сделать. вот сюда либо сюда, вы будете постоянно мешкаться. Здесь, в данном случае, нужно максимально отключить голову и работать с нанесением. Понятное дело, что на первой, на второй стенке, возможно, это будет сложно, но на последующих будет все элементарно, потому что у вас уже рука будет работать сама по себе. Там, где подсохло по разному роду, допустим, в каком-то моменте, вы можете слегка поднести материалы для того, чтобы обновить рисунок. В данном случае шелка, они локально подкрашиваются, плюс ремонт пригодны локально, то есть полностью без остатка. Единственный момент, это лучше делать сразу, если вы увидели какой-то недочет, потому что после полного высыхания локально пригодны, они локально пригодны, но, тем не менее, приходится очень аккуратно это делать, иначе вы можете там сделать это как минимум некрасиво. Напоминаю, что такой же рисунок можно делать как пластиковый, так и металлизированный кельмой. Главное, чтобы края были закруглены. Также есть специализированные инструменты в виде разных родов шайб для нанесения, поэтому плюс-минус рисунки у них получаются одинаковые. Неважно, какой инструмент вы используете. Я же стараюсь всегда не только так оставлять в таком виде, после легкого подсыхания, то есть как это выглядит на объеме, вы сделали квадратный метр, сделали еще один квадратный метр, вернулись назад и слегка подпригладили рисунок. Материал начинает подсыхать, вы его немножко ретушируете, и рисунок смотрится совершенно по-другому, на мой взгляд, более богато. Шелка одни из лучших материалов, на мой взгляд. Почему? Потому что довольно-таки просто наносится, при этом имеют красивую структуру, текстуру, и у них довольно-таки вкусная цена получается по нынешнему рынку. Поэтому, на мой взгляд, это беспроигрышный вариант. И более того, шелка действительно красивые, их можно применять абсолютно в любом интерьере, будь то классика, будь то евро-ремонт, неоклассик, лофты и так далее. Мы с вами можем поменять механику нанесения, можем поиграться с цветами абсолютно в любой интерьер, мы его с вами запихнем. Как понять, когда материал уже начинает подсыхать, и его уже можно возвращаться назад, ретушировать? Все очень просто. Когда у вас материал свежий, у вас кельма сползает, то есть она не держится, она сползает легко. Когда у вас материал подсыхает, кельма уже никуда не девается, она держится на месте, поэтому уже можно ретушировать. Получается, так как у нас материал подсыхает, я, не давя на кельму, прям по верхушкам прохожусь, и слегка ретуширую рисунок, делаю его более рваным, сжатым. И более богатым. Если же не стоит такая задача, то можно первостепенный рисунок оставить, если он клиент устраивает, и упростить работу. Но в данном случае именно сжатый морозный шелк выглядит вот так вот. Я напоминаю, что в данном случае это самый ходовой по запросам рисунок, но я считаю его одним из самых сложных. Почему? Потому что здесь очень многое зависит от мастерства, и особо неподготовленный человек может не справиться с этим рисунком. Поэтому мой вам совет, сначала попробуйте где-то на маленькой стеночке, покажите свою руку, покажите свой рисунок заказчику, и только тогда вы сможете, соответственно, как-то согласовать в последующем нанесении. Что касательно в данном случае этого эффекта, я чуть-чуть сейчас подожду, немножко еще его подретуширую и оставлю в законченном виде.